С 23 января в Краснодарском крае традиционно уже в десятый раз проходил Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Концентрация мероприятий патриотической направленности в эти дни достигла максимума и велась по разным направлениям – образование, культура, казачество, молодежь и многие другие. На торжественном закрытии Месячника присутствовали и наши корреспонденты. Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, собрало тех, кто внес наибольший вклад в проведение этого мероприятия в Славянском районе в 2017 году. Учителя школ, специалисты по работе с молодежью, сотрудники учреждений культуры и представители общественных организаций. Ни одна сотня человек приложила все силы, чтобы нынешний Месячник прошел в муниципалитете на высоком уровне. А главное, чтобы его мероприятия достигли основной цели – воспитание в детях и молодежи любви к своей стране, уважение к воинским подвигам и чувство долга перед Отечеством. Традиционное проведение Месячника становится примером еще большего объединения представителей разных поколений. В воспитании патриота играет выбор авторитета, человека, на жизненный путь которого стоит ориентироваться, который будет примером для нашей молодежи. Нашим детям повезло, они имеют возможность общаться с ветеранами районного совета, представителями общества ветеранов Афганистана и участников локальных войн. В нынешнем году две темы стали основными при выборе направлений патриотических мероприятий в рамках Месячника. Одна из них посвящена 90-летию со дня образования ДСАФ России. Вторая же стала девизом Месячника – «Святое дело Родине служить». Прославление российской армии прошло красной линией сквозь мероприятия Месячника. В нынешнем году у нас было реализовано более 20 различных форм, это и экскурсии по району, так и за пределами классные часы, уроки мужества, тематические беседы, встречи, конкурсы, акции и многое другое. При тесном взаимодействии специалистам социальной сферы и представителям общественности в районе удалось провести более двух тысяч мероприятий. На торжественном закрытии Месячника об этой огромной работе доложили ответственные. Но для всех структур, участвующих в патриотическом воспитании подрастающего поколения, эта работа не заканчивается завершением Месячника. Уже сейчас начинается подготовка празднования Дня освобождения Славянска на Кубани от немецко-фашистских захватчиков 23 марта и празднования Дня Победы.